МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шторм прогноз. Сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от пеших походов в горы. С рабочим визитом, когда в Барнауле появится научно-образовательный центр. Идет направо, песнь заводят в Крым. В экологическом центре появился говорящий ворон. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Барнаул с рабочим визитом прилетел министр науки и образования Михаил Катюков. Сегодня он встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Виктором Томенко, а также с руководителями вузов и научных институтов. На совещании чиновники обсудят возможность создания на территории Алтайского края научно-образовательного центра. Это и есть главная цель визита. Должность министра науки и высшего образования Катюков занимается 18 мая. И в этом статусе он приезжает на Алтай впервые. Репортаж о визите смотрите в вечернем выпуске новостей. МЧС просит туристов воздержаться от похода в Горный Алтай в республике. В результате выпадения большого количества осадков отмечается повышение уровня воды в реках, в связи с чем возможны сходы лавины, камнепады, а также ухудшение видимости из-за туманов. В настоящий момент на горных и водных туристических маршрутах складывается опасная обстановка. Туристам, планирующим походы и сплавы по рекам, рекомендуется перенести мероприятие на более благоприятное время. Кроме того, пресс-служба главного управления МЧС напоминает, что при планировании туристических походов необходимо регистрироваться в Алтайском поисково-спасательном отряде для своевременного оказания помощи в случае возникновения нештатной ситуации. Напомним, вечером 13 июля шквалистый ветер, дождь и град обрушились на гор на Алтай. Из-за разгула стихии были повалены десятки деревьев, ущерб причинен домам и автомобилям. Стихия затронула Майминский район, республики Алтай, пострадали туркомплексы Манджирок и Бирюзовая Катунь. Участие в выборах губернатора Алтайского края смогут принять почти 2 миллиона человек, сообщает Политсибру со ссылкой на данные избирательной комиссии региона. Об этой и других наиболее заметных новостях от сибирской медиагруппы далее в традиционном обзоре. Наибольшее число избирателей, пишут корреспонденты Политсибру, зарегистрировано в Барнауле. Это 516 с лишним тысяч человек. На втором месте Бийск. В Наукограде проживает 165 с половиной тысяч избирателей. В Рубцовске чуть больше 100 тысяч. В половину меньше в Новоалтайске и далее по убывающей в Заринске, Славгороде, Олейске, Яровом и Белокорихе. Если суммировать число избирателей в этих городах и районах края, среди последних лидеры Первомайский и Каменский, то получится, что потенциально в выборах губернатора может принять участие миллион 800 тысяч человек. Напомним, голосование пройдет 9 сентября. Алтайский Наукоград запомнится путешественникам дорожными ямами, пишет бийский рабочий. Корреспонденты отмечают, семья из Рязани благополучно проехала полстраны в своем автодоме. В Бийске же им пришлось сделать незапланированную остановку. На подъезде к городу они угодили в яму и погнули два автомобильных диска. Место происшествия наверняка войдет в число проблемных участков интерактивного проекта «Карта ям на дорогах Бийска». Его запустили журналисты, и он уже содержит несколько десятков ям, которые доставляют массу проблем автомобилистам. В экологическом центре Барнаула живет говорящий ворон, информирует аргументы и факты на Алтае. Крылатого умника приютили сотрудники алтайского детского учреждения после того, как от него отказались прежние хозяева. Женщина, у которой какое-то время проживал ворон, сама принесла его в экологический центр и пояснила, что уже не справляется с уходом за птицей. Правда, бывшая хозяйка ворона до сих пор помогает его содержать. Как отмечают орнитологи, ворон очень общительный, часто говорит голосами тех, кто за ним ухаживает или просто пародирует других животных. Елена Макаренко, Наши новости. Трое бийских предпринимателей предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере при утилизации опасных отходов. Сотрудники Краевого следственного управления завершили расследование уголовного дела. По данным следствия, два года назад СИП-прибор МАШ объявил конкурс на захоронение опасных отходов на специализированном полигоне. Его выиграло общество с ограниченной ответственностью «Алтайская строительная компания», которая должна была складировать отходы на полигоне в Томске. Но не желая выполнять условия договора, директор общества подыскал бийское предприятие, занимающееся утилизацией, и по фиктивным документам опасные отходы стали выгружать в бийске. Действия нанесли существенный вред окружающей среде, к тому же денежными средствами, предназначенными для оплаты работы, а это 40 миллионов 800 тысяч рублей, обвиняемые распорядились на свое усмотрение. В Алтайском крае начала работать прямая линия по обеспечению льготников лекарствами. Напомним, до 1 октября нужно определиться, что выбрать – соцпакет или деньги. Звонить можно каждую пятницу с 16 до 17 часов по телефону, который указан на ваших экранах. Специалисты регионального Минздрава ответят на вопросы. Набор социальных услуг для льготников включает в себя обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, оплату проезда к месту лечения и обратно. Льготники могут воспользоваться или отказаться от соцпакета в пользу денег. Заявление на следующий год нужно подать в территориальный орган пенсионного фонда. Определиться нужно до 1 октября. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В отдельных районах возможны дожди. В Бийске и Рубцовске до 26. Олейске и Заринске, Славгороде – 25. В Барнауле днем возможен дождь, гроза, ветер северо-западный. Все умерены и до 26 выше нуля. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова